Да, а вообще, пан директор, чего вы от нас хотите? Ну, ведь не лучше ли вам самому встретить паню Люцину и приветствовать ее? Ведь все-таки она ваша невеста. Возможно, вы и правы, но я боюсь. Пан, не забудьте? Пожалуйста. Простите, пан директор, а чего вы боитесь? Понимаете, у меня очень противоречивый характер. Меня либо не любят, либо ненавидят. Прошу вас. Благодарю вас. В любом случае, возникните, напишите ей послание и прочитайте ей. Да? Да, но чтобы не сбиться. Благодарю вас. Наш поэт. В нем есть что-то от поэта и что-то от пегаса. Правильно. Заготовьте проект в двух экземплярах, а я завизирую. Пан директор, а любимые женщины пишут стихи, а не резолюции. Вот именно стихи. Вот пришел к нам гость желанный, бородою весь оброс. И веселый, и румяный. Кто же это? Дед Мороз. Стоп. Кто? Стоп. Вы. Стоп. Ну, пан директор, это прекрасные стихи, но, во-первых, не о любви, а, во-вторых, не ваше. Так, а зато почерк мой. А, да. А вообще я никогда не пишу стихов, я их только переписываю. Что вы говорите? В таком случае я вам помогу, пан директор. Спасибо. Да, долг поэта помогать влюбленным. Спасибо. Значит, вы будете переписывать. Да, я. И подбрасывать мне рифмы. А где их возьму? В сердце. В своем? Ну, не в моем же. А, ну что же, я готов, пан поэт. Ну, значит, так, отмерен срок неумолимый, часы ударили, пора, поду любовью утомимый к ногам твоим, как верный. Сын. Кто сын? Я сын. Чей ты сын? Я этого, как, в общем, я что-то не то сказал, пан поэта, но зато красиво по форме. Да, но по содержанию не то. Давайте сначала, пан поэт. Давайте. Значит, отмерен срок неумолимый, часы ударили, пора, поду любовью утомимый, к ногам твоим, как? Лепесток. Кто лепесток? Я лепесток. А вы знаете, пан директор, у вас определенные способности. Спасибо, любовь. Ну, вы знаете, эту любовь надо подкрепить... Подарок? Нет, клятву еще. Сказать, что во имя любви вы готовы, так сказать, на все. Ну, я иногда готов провалиться сквозь землю. Сквозь землю? Здесь это уже какое-то подземное царство. Это прекрасно. Значит так. Вы Орфей. Кто? Орфей, потерявший свою евредику. А. Напрягите все свое вдохновение, пан директор. Напряг. Я, как Орфей за евредиком, готов сойти в страну тень, в пещере каменной и дикой. Тебе я буду... Эскурсовод. И мне подсказывает кто-то, не разорву я эту связь. Ты будешь на семейном фото до пожелтения висеть. Браво! Ну, вот и славненько. Спасибо. Ну, а теперь пора эту галиматию порвать. Что? То есть я хотел сказать, пан директор, что это поэтическое послание. Надо прочесть Люцини и не сбиться. Спасибо. Я готов. Я тоже. Пан Директор. Это никогда не повторится больше. Никогда я не буду читать этих стихов. Честное слово, дорогая. Что? 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 Вдруг ей не понравятся стихи. Даже представить себе невозможно. Вдруг ей не понравится. Ох! Ох! Субтитры сделал DimaTorzok